Безоперационная блефаропластика обернулась в серьезные осложнения. Бишкигчанка чуть не лишилась зрения. По понятным причинам это интервью она дает на условиях анонимности. Рассказывает, что заинтересовала яркая реклама в соцсетях, обещания о быстром и заметном эффекте, но и бонусам услуга это была недорогая. А горе-косметолог то и дело заверяла, что является высококвалифицированным специалистом. Было четко написано, что у нее высшее медицинское образование, очень много опыта, то, что она этим занимается много-много лет. Она вообще не потребовала никаких анализов и проявляла инициативу, чтобы я сегодня же это сделала. И я поддалась ее вот этим словам и сразу согласилась. Она закончила где-то за час, и я помню, что у меня еще голова кружилась очень сильно, и зрение пропало на несколько минут, я там все белое видела. Неделя прошла, отеки все так же не проходили. Я писала этой Асе, она не выходила на обратную связь. Избавиться от страшных последствий удалось уже у дипломированного и действительно опытного специалиста, рассказывает Бишкекчанка. В соцсети сегодня буквально пестрят рекламой об услугах лжекосметологов. И клиенток у них, как оказалось, предостаточно. Это выявили сотрудники Минздрава во время одной из проверок. Ямочки на лице, Кожский базар. Полная антисанитария, некачественные материалы. А доктором и косметологом себя называют даже те, у кого нет медицинского образования. Они-то и калечат своих пациенток. А последствия сказываются не только на внешнем облике, но и их здоровье. Собственно, поэтому Минздрав и принял решение закрыть такие клиники. Появились косметологи без медицинского образования, которые проводят операции, такие как глифоропластика, оттопластика, броулифтинг и даже уже липосакция. И из-за того, что данные специалисты не имеют медицинского образования, они не знают правил асептики, антисептики, санэпидрежима. Опасность в том, что происходит заражение таких пациентов гепатитами В, С, туберкулезом и, может быть, даже ВИЧ-спит. На сегодняшний день к нам обратились, вот наше общество с жалобами, обратилось несколько пациентов, что их заразили гепатитом С. Плюс еще эстетические проблемы. То есть лицо просто изуродовано, да, и плюс уже проблемы со зрением, с жеванием и так далее. Мы им написали письмо в генпрокуратуру, МВД, для того, чтобы закрыть 17 косметологических учреждений. Впрочем, касается это не только косметологических клиник. Минздрав закроет 300 частных медицинских клиник самого разного профиля. Все они работают без лицензии, других разрешительных документов и, разумеется, без соблюдения элементарных санитарных норм. По косметологии 17 учреждений на закрытие, по некосметологической и нестоматологической деятельности 111 учреждений. И по стоматологии сейчас, на сегодняшний день, еще проводится анализ. Из этого списка есть две группы организаций, которые поданы на закрытие. Это первая, которые вообще не имеют никакой лицензионной документации, не имеют базового оборудования. Вторая группа – это те, которые имели лицензию, но нарушили лицензионную деятельность. То есть у них не хватает специалиста или нету специалиста, у них нет оборудования или нет оборудования в неисправном виде. И есть очень грубые нарушения инфекционного контроля санэпидрежима. Масштабную проверку частных клиник проводила мультидисциплинарная комиссия, в составе которой специалисты не только санэпиднадзора и лицензионного отдела Минздрава, но и ведущие эксперты из профессиональных медицинских ассоциаций. За 30 лет деятельность частных клиник не проверяли ни разу.